Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Яна Смирнова и мы сегодня говорим об алкоголизме. Мой сегодняшний гость – выздоравливающий алкоголик. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Говорим мы сегодня о том, как научиться жить и видеть радость этой трезвой жизни, привлекательность трезвой жизни после долгой зависимости от алкоголя, алкогольной зависимости. На вашем примере, на примере моего гостя. Вот история вашей зависимости. С чего бы вы хотели начать рассказ об этом? Да я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с самого начала и надо начинать. Да, с самого начала было бы хорошо. С точкой – это было дно. Я в один прекрасный день оказался полностью… Чуть-чуть ближе к микрофону. Спасибо. Полностью без средств существования, без крыши над головой. И я не знаю, вот именно в тот момент, когда я захотел сам этого. То есть у меня, как у алкоголика, вот зависимого человека, все вокруг начинают видеть сначала мои близкие, что у меня проблемы, с кем я больше всего общаюсь. То есть это моя семья, мать, жена, у кого-то дети и так далее. Потом коллеги на работе, потом это доходит до начальства. Так и у меня было. То есть я самый последний узнаю, что у меня проблемы. У меня проблемы, и что мне надо что-то делать. И вот в моем случае это надо было все потерять. Потерять все полностью, оказаться без крыши над головой, без друзей, без родных, без близких. И вот в этот самый момент, когда я действительно захотел что-то делать, все как-то начало появляться. Я не знаю, как у нас все складывалось. Мне кажется, что это как будто… Тогда я думал, что это само собой. Но сейчас я понимаю, что это моя высшая сила. Она сведила меня с этими людьми. Но вы были в местах лишения свободы и прошли через это. И, как вы сами рассказывали, жили на чердаке какое-то время. То есть это и было тем самым дном для вас или нет, или что-то другое? Что самое интересное, живя на чердаке уже какое-то время, я жил на улице до этого чердака. Я жил по каким-то там блатхатам, если так это в простонародье говорить, по каким-то там притонам. И мои собутыльники, они умирали, как мухи вокруг. Это меня не останавливало. То есть вы соприкасались со смертью буквально бок о бок, и тем не менее страх смерти вас не мог вас остановить от употребления. Меня остановило то, что я оказался один. Я оказался один, я от всех ушел, от своих собутыльников. Мне уже никто не нужен был, кроме алкоголя. То есть между вами и бутылкой не было ничего? Не было ничего, да. И вот когда в один прекрасное утро я проснулся, и в этой бутылке пусто, вот тогда у меня был реальный страх. То есть я бегал до полудня, искал, чтобы себе надыбыть на очередную дозу алкоголя. И в 12 часов что-то там найдя, я выпил, сел, закурил на лавочку и понял, что все, в одно прекрасное утро может случиться так, что я просто не смогу ничего найти, и я сдохну. И мне какая-то вот такая бредовая идея пришла в голову, что надо ехать устраиваться на работу, искать какое-то жилье, я не могу быть один. Ну, как бы, да, вот на этом чердаке я тут реально спуститься даже не смогу, да, в одно прекрасное утро. И получилось так, что, приехав на биржу, да, мне кто-то посоветовал обратиться в репцентр. Потому что я на каждом углу кричал о том, что, ну, вот, я хочу, но я не могу, да. То есть я вот захотел, а без помощи я не мог, да. То есть это был крик о помощи, да, это вот как для алкоголика, для меня это самое, наверное, вот самое трудное, что было сделать, да, это попросить о помощи у кого-то, да. То есть я себе уже признался, да, что я алкоголик, что, ну, мне там призналось, что не надо было в зеркало, достаточно было посмотреть, да, и все было видно, да. То есть когда, вот что самое интересное, когда я мог, да, мог что-то делать, да, к кому-то обратиться, да, и ещё были какие-то инструменты, да, я делал это для кого-то, когда мне хотелось для себя, да, именно я сам захотел, и я осознал, что я больной, да, и вот этот крик о помощи, он был ослышан где-то вот, ну, вне меня, да, то есть я даже думаю, что это где-то было за пределами Вселенной, наверное, или что, но это было… То есть до этого вы хотели быть трезвым, ну, для кого-то там, для жены условно, там, для близких, чтобы они успокоили, для работодателя? Да, чтобы отстали, просто отстали, потому что человек… Вы не видели в этом проблемы? Я никакой проблемы не был, у них были проблемы, у меня проблем-то нету, какие у меня проблемы, у меня всё нормально, как бы я перечислял, то есть вот когда вокруг все знают, что ты алкоголик, ты самый последний, я самый последний узнаю, да, что я алкоголик, да, и вот это обидно… Твой парадокс, действительно. Да, это обидно, как бы, да, и вот когда была возможность что-то исправить, когда все говорили давай-давай, они же становились в разряд людей, которым я не хотел общаться, потому что они мне говорили то, что я не хотел слышать, да, и я от этого отгоражился, И все вокруг, все факторы были. То есть вовне меня не было проблем. Вернее, внутри меня не было проблем. Проблема была как бы вовне. Это мое было мнение и видение, что это у них у всех проблемы. Вот этот мне, потому что я поступил так-то, потому что вот такие обстоятельства. Этот неплохой человек, поэтому я пью. Моя жена тоже мне нервы трепли, потому что мне приходится. Ну, то есть все, только не я. То есть проблема, хитрая болезнь такая, она меня как бы уводит от этой проблемы. И я не вижу в себе проблем. Проблема где-то вне меня. И вот когда это было услышано, как я говорю, как моя высшая сила услышала крик этот души. То есть это было мое внутреннее дно. Это мое было внутреннее дно. Это пустота, что делать, как, что. И вот, как у нас говорят в сообществе, что я попал на реабилитацию, да, вот как-то случайно, да, вот через эту биржу, да. И я почувствовал вроде и теплоту, и комфорт, да, то есть по которому я соскучился за эти два с половиной года непрерывного запоя. И встретили людей с такими же проблемами, что я нанимал. Что самое интересное, были психологи, были как бы специалисты, все. Я их не слышал. Я услышал человека из наших бывших, да, который работал там терапевтом, да, он сейчас там работает, да. И я услышал его, я услышал его, я поверил ему, и вот это был первый человек. У нас говорится так, что, да, то есть никто так не может понять алкоголика, как другой алкоголик, прошедший через все это, да, и вот вставший на путь выздоровления, да, и я его услышал, да, и я начал прислушиваться, начал делать многие другие путь, да. Люди приходят, у них есть крыша над головой, да, они ходят на собрания, им нужен наставник, да. В тот момент он был не наставником, да, то есть я выполнял все рекомендации, не задумываясь, да, то есть я поверил, я поверил впервые в жизни вот в этой алкогольной своей, да, ну и все разные, да, то есть у меня много зависимости. А почему вы так думаете, что именно тогда, когда с вами общались, например, специалисты, там, психиатры, не было этого ощущения доверия, какой-то нити доверия, и почему появилось именно в содружестве? Самый интересный парадокс в том, что у меня уже на тот момент, да, я живу на чердаке, ничего же нету, да, то есть я пришел в реабилитационный центр, у меня паспорт, телефон, это все мои, ну, как бы, недвижимость. Имущество. Да, 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 имущество, да, и мне все время кажется, что с меня что-то хотят поиметь, да, ну, как бы, ну, вот если трезвым головой, да, ну, в здравом уме, да, задуматься, что с меня можно поиметь, да, то есть, ну, я уже все потерял, да, то есть у меня есть здоровья-то нету, да, то есть, ну, грубо говоря, если наружено продать, так я и никому не нужен, да, то есть, ну, с меня взять нечего, и у меня все время вот страх, мои страхи, они руководят мною, да, то есть у меня где-то что-то, что-то, ну, а что, ну, что, ну, что, да, И вот человек, который рассказывает свою открытую историю, в своей жизни какие-то моменты, то есть я вижу сходство, очень большое сходство. И вот эти ощущения, вот эти чувства. И когда вокруг люди, мы уже сближаемся, мы как одна семья в этом ревцентре, мы рассказываем все свои проблемы о своем прошлом, о своем употреблении. И мы видим, какие-то нам инструменты даются на первом этапе. И я начал принимать все потихоньку, и получилось так, что, наверное... Инструменты вы имеете в виду рекомендации, которые даются в сообществе. Да, рекомендации, да. То есть я начал работу с собой и над собой. И это было начало моего выздоровления, потом опять была тюрьма, как бы меня забрали прямо из ревцентра в окончании. То есть я приехал... Потому что у вас был срыв? У меня не было срыва. У меня не было срыва. И у меня были застарженные мои грехи. Меня ждали, когда я освобожусь с реабилитацией, и пойду отрабатывать в те часы, которые я был должен органам пробации. Но так как у меня был приступ эпилепсии, и белая горячка, меня увезли в дурдом, и там я 10 дней лишних, помимо этой реабилитации, пробыл. И они не входили в планы органов пробации. Они подумали, что я их обманываю в очередной раз, они придут отрабатывать. И меня прямо дождались конца реабилитации, забрали оттуда в тюрьму. Но у меня был шанс сравнить, хочу ли я обратно... В ту жизнь? Да, в ту жизнь, то есть трезвыми глазами. Я пробыл там месяц, отбыл свой строк, который мне положен, занять работу и часы. И приехал в другой реабилитационный центр, так как ходить на собрание откуда, возвращаться обратно на притоны и выходить туда на собрание, куда-то идти работать, ну, не было смысла, я не видел этого. И мне порекомендовали, я поехал в этот центр на долгую реабилитацию, на 9 месяцев, ну, от 9 до года. И вот там вот началось мое качественное выздоровление. Я поверил, что действительно это не я все, это высшая сила моя привела меня, к этому выздоровлению, к этому на этот путь. Начали появляться люди, появился мой наставник, я начал уже больше уделять времени своему выздоровлению. Я признал полностью, что я алкоголик, и я не управляю своей жизнью, что алкоголь управлял моей жизнью, вся моя жизнь была построена под алкоголь. И вот там потихонечку началось мое выздоровление. Это ведь такой очень тонкий момент в процессе трезвости, в таком недолгом процессе трезвости, после долгой зависимости от алкоголя, и, как Вы говорили, между мной и бутылкой не было никого, то есть такое вот единство с алкоголем. После этого, вот в этот небольшой промежуток времени, когда Вы были в трезвости, осознать, что я туда-обратно не хочу. Ведь это очень тонко, и для многих бывает довольно сложно. Я очень кропотливо относился к работам, которые мне давали в Ревцентре, да, и, в принципе, там было затронуто все, наверное, сферы моей жизни в употреблении, да, когда, где, что, как, почему, наверное, я просто понял, ну, как вот по наклону я катился, даже не подозревая о том, что я уже зависимый человек, да, что у меня болезнь, да, когда я вот кодировался, да, там ездил к всяким бабкам всяким различным, да, там пытался сам как-то не пить, да, и я прокрутил начало моего первого срыва. Первый срыв начинается не тогда, когда я поднял уже, ну, а я к нему готовился очень тщательно, да, то есть и... К тому, чтобы выпить? Да, 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 то есть я, период у меня был, как бы, период времени, который я не пил, да, там полгода, с каким, по-моему, еще какие-то лекарства, потом полгода уже сам, просто у меня был симулятор, да, я хотел вернуть жену, как бы, да, и пришло все к тому, что жена же приедет, а больше я пить не смогу, я же обещал, да, как бы, ну, вот остается, я дотянул до последнего дня, да, сегодня я напьюсь, завтра приезде я встречу, и все, и больше пить не буду, да, но я на тот момент не знал... Такой самообман. Да, я на тот момент не знал, что я зависимый, что, ну, получится так, что это был долгосрочный запой на несколько дней, да, и... Ну, вот вы еще говорили о том, что вы отказались от многих и остались наедине со своей зависимостью в какой-то период, а отказывались ли от вас? Были ли те, кто не пожимал вам руки, или, может быть, ну, отворачивался ввиду того, что вы становились таким проблемным? Да, просто рядом со мной не остались уже людей, нормальных людей, то есть им просто нечего было с ним делать, а мне с ними... Ну, если говорить о близких, о тех, кто действительно заинтересован был, возможно, какой-то период вашего выздоровления. Но в тот момент как-то еще жена пыталась, мы хоть и разошлись, она пыталась там как-то мне помочь, там даже пыталась прийти, посодействовать, чтобы мне на работу устроился, да, там... Ну, это были тщетные попытки, мне самому ничего не надо было. В тот момент мне ничего не надо было. То есть после смерти Мартили у меня как бы, ну, все, у меня все, пустились руки, ноги, как бы, да, была только бутылка, да, то есть, и я упорно, не знаю, подсознательно, неподсознательно я жила сам себе смерти, да. То есть цельность вашего характера рассыпалась после смерти матери? Полностью, я утратил смысл жизни, и мне казалось, что все, все меня кинули, но это моя саможалость, многие люди наоборот собираются, начинают что-то делать, надо все на свои плечи брать. То есть я проявил, наверное, свою черту этого характера, что типа, как говорят, слабо характерный, но дело в том, что алкоголь, она такая хитрая болезнь, и в своей саможалости, в своем самобичевании, как я там бедный, несчастный, как я неправильно поступил, что надо было делать. То есть я просто-напросто сам себя жалел, съедал, съедал морально, и сам себя утопил, и алкоголь сопутствовал всему этому, потому что там я уходил успокоенно, я зальюсь, и все, и мне никакие мысли тревожные не идут в голову, и все хорошо, о работе никакой вообще речи не шло, меня уже не интересовала ни работа, ничего. Я просто тупо катился кубрием вниз, да, то есть, ну, вот как, под углом, наверное, 90 градусов, просто стремительно вниз летел, ну, наверное, вот как вот с парашютом прыгаешь, да. Ну, или такие американские горки. Ну, вот, наверное, что-то такое, да, то есть, и ничего не заставляло меня остановиться, и не было каких-то внешних стимуляторов, да. Да, вот буквально какой-то вот испуг вот этот через два с половиной года, когда я просто, мне уже надоело вот употреблять, да, мне, я просто не мог не физически, потому что у меня уже была и алкогольная эпилепсия приобретена, да, у меня уже была деградация и, ну, умственная, как бы, и внешняя, да, и у меня координация движения была, я не мог нормально без дозы куда-то сподняться там, да, что-то сделать физически, да, и, то есть, и... Я полностью был деградирован, то есть, человек в обезьяну превратился, да, то есть, ни умственно, ни физически, и никак, ни психически, да, то есть, я превратил себя в развалину, как бы, в такую, да, и... Ну, меня было не то, что противно, но мне жалко было смотреть, наверное, да, и, то есть, и не то, что от меня там кто-то отворачивается, да, ну, со мной было неприятно общаться, наверное, я так думаю, да, то есть... Чувство жалости больше ничего, наверное, не вызывало, скорее всего, да. Я напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9, вы также, уважаемые радиослушатели, можете подключаться, звонить нам, задавать вопросы нашему гостю, или, может быть, писать нам в WhatsApp свои мнения по поводу проблемы алкоголизма, может быть, вам приходилось с этим сталкиваться, и вы готовы поделиться и своей историей в нашем эфире. Мы ждем ваших звонков и сообщений в WhatsApp, я напомню, номер 2306191. Вот когда вы все-таки сделали свой ежедневный выбор быть трезвым, насколько кардинально изменилась ваша жизнь, и возможно ли ее было вот так вот довольно динамично поменять? Ну, это был не в одном мгновении, это был труд, колоссальный труд, как бы, то есть период адаптации, где так, наверное, происходил. Ну, мне, видите, мне повезло, как бы, у меня адаптация была в революционном центре, то есть 9 месяцев этих, да, я приходил в себя не только физически, да, психически, да, там, и, ну, морально, да, делая какие-то работы, и физически, и, как бы, ну, по программе. У меня появился наставник, я начал посещать собрания, и я потихоньку, потихоньку, потихоньку уходил от старого мышления, да, и приходил к новому, да, благодаря программе «12 шагов», да, то есть я в революционном центре дошел до 9-го шага, да, как бы, да, в принципе, у меня появился уже в революционном центре подспонсорный, да, то есть подопечный, кому я передавал тоже уже, ну, как бы, и, наверное, через полтора года, как бы, да, я начал жить самостоятельной жизнью, то есть мне помогло так плавно выйти из старого, да, мне, в принципе, и обрубать-то нечего было, да, то есть, ну, особых контактов, кроме моих собутыльников, которые, половина из которых поумирала, да, у меня уже не осталось на этом моменте, но по выходу из революционного центра, как бы, да, у меня старый товарищ старой жизни, да, там, встретил, да, как бы, да, там, мы посидели, пообщались, да, там, какой-то даже мне по старой жизни, наверное, какой-то дальний родственник даже больше, да, то есть из моего товарища перерез, да, то есть и, наверное, какие-то вот, и я с племянницей наладил, как бы, контакт, да, я наладил с бабушкой, да, племянницей контакт, как бы, да, то есть у меня, у меня с отчимом наладился контакт, да, то есть вот эти люди... Они вернулись постепенно, благодаря программе. То есть я делал всем девятые шаги, да, как бы, да. Ну, девятые шаги нужно пояснить для наших радиослушателей, наверное, что это значит. А, да, это, наверное, как бы, ну, причиненный ущерб размещал людям, да. То есть вы считали, что вы причинили им ущерб за время своей зависимости, и они пострадали от этого? Всем окружающим меня людям причинил ущерб, это обязательно, то есть если не физические, то моральные, если не моральные, то финансовые, да, то есть это как ни крути, потому что, ну, алкоголь, он требует все. Только вот для себя, да, и не задумываясь ни о ком, да, и это, ну, жизнь с алкоголиком невыносима. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, и потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Выбор» Яна Смирнова, и сегодня мы говорим о проблемах зависимости, зависимости от алкоголя. Выздоравливающий алкоголик у меня в гостях, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Спасибо, что вы пришли. Я напомню, телефоны прямого эфира для наших слушателей 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, задавать вопрос нашему гостю, делиться своими, возможно, какими-то историями. Если вы сталкивались с проблемами алкоголизма, если эта проблема была у вас или, может быть, у ваших близких, вы также можете звонить и рассказывать об этом в рамках нашей программы. Ну вот участники Содружества анонимных алкоголиков, они нередко говорят о том, что взяли трезвость взаймы. И вот эта трезвость, которая у них есть сейчас, после долгой зависимости от алкоголя, они считают необходимым ее отдавать. Отдавать не в том смысле, что становиться снова зависимым, но делиться опытом, который у них есть, и с теми, кто в этом нуждается, возможно. То есть каким-то образом распространять вот эту вот весть о своем выздоровлении. Бывают ли случаи, я знаю, что вы тоже сторонник этого распространения, вы в том числе… Часть выздоровления. Да, это часть вашего выздоровления. Бывают ли безнадежные случаи алкоголизма? С чем вам приходилось сталкиваться? Когда помочь, например, уже невозможно человеку, когда он абсолютно вот… Ну, конечно, есть всякие случаи. То есть есть точка невозврата, то есть человеку просто комфортно в том состоянии, в котором он находится, ему ничего не надо. Кроме бутылки, как бы, и внешний мир его не интересует. Ему интересует, чтобы у него вот был его доза, да, и больше ничего не надо. Человек, ну, как бы, не знаю, в принципе, как бы я находился на этой грани, да. Ну, не знаю, какое чудо произошло, что я вернулся, да, оттуда, и получилось, да, выкарабкаться. Опять же, ну, трудно судить, как бы, да, когда это бывает, когда это не бывает, да. То есть известно только, наверное, одному Богу, да, то есть и в моей практике, как бы, люди… Я не буду кому-то навязываться, да. Если человек сам не обращается, да, за помощью, то ему мало шансов помочь. Ну, то есть… Но если он не обращается, значит, он и не осознал еще то, что он зависим. Если вот вспоминать, опять же, в контексте вашей истории, вы говорили о том, что проблема у всех вокруг, но не у меня самого. Конечно, конечно, так оно и есть. Я не могу никого заставить, и меня никто тоже не может заставить. Только мне нужно самому осознать, что у меня проблема, и обратиться за помощью – это самый трудный момент. Но когда я через свою гордыню переступаю, да, обращаюсь за помощью, да, и, ну, не скажу, что там сто процентов, но результат есть, и результат есть. И если я делаю все, что мне рекомендуют, у меня все получается. Из чего состояло ваше выздоровление? Расскажите об этом. Как оно происходило? Выздоровление, ну, прежде всего, это, конечно, программа, да. То есть, я прошел программу, да, и, а что дальше, да, ну, что дальше, ищи, мне сказал, там, наставник, ищи себе, как бы, ну, подопечных, да, то есть, ну, и все, я начал ездить по группам, по разным, да, то есть, по репцентрам. Подопечным, то есть, того, кого вы будете вести, и, возможно, как-то быть поддержкой. Только обратиться ко мне за помощью, да, и не заставила себя долго ждать, как бы появился первый подопечный. Мы даже, вот, как сейчас помню, съездили, это первая моя, наверное, была вот такая вот, ну, тусовка, да, без алкоголя. Мы поехали праздновать Лигу, и я по профессии повар, да, как бы, я остался за мангал там, как бы, да, и вот эта коммуникация с людьми, ну, все люди подходят к мангалу, соответственно, когда шашлыки, там, что за шашлыки, да, то есть, ну, вот, началось общение с людьми, вот, не только, как бы, помимо, только про выздоровление, да, просто вот такие бытовые темы, да, там, кто-то на рыбалке сидит, да, кто-то там в волейбол играет, вечером, там, песни возле костра под гитару, да, там, баня, пожалуйста, да, и все вот это в трезвом виде для меня было, как бы, это дико сначала, да. То есть, ну, я себе, если бы не было мангала, я бы чувствовал себя неуютно, да, то есть, мне надо чем-то было заниматься, да, и поэтому я не умею отреживать трезво, да, то есть, я разучился за это время вот этого употребления, да, то есть, мне всегда надо либо допинг для того, чтобы общаться, да, либо мне надо продавливать свое мнение, да, потому что оно единственное правильное, либо, если я вижу, что я слабее, мне надо прогибаться, да, то есть, договариваться я не умею, да, и вот программа улучшит вот этому, да, коммуникации в обществе, да, то есть, каких-то там, ну, помимо вот программы, да, то есть, спонсор подспонсорную, да, и там, собрания высказали, все, да, то есть, поговорили. Да, это мне нужно на первых порах, но мне нужно и выходить в общество, да, то есть, и у нас замечательные летние лагеря проводятся, да, все же, вот, ну, сколько вот, ну, на моей трезвости и времени, да, мы все время ездили в Лепую, да, там, очень чудесно, на берегу Балтийского моря место, да, там, кемпинги, да, мы там проводили, и вот сейчас в этом году уже организуется Владгалии, да, как бы, да, то есть, ну, опять же, это все в целях нашего несения вести, да, то есть, ну, и все регионы могут в Лепую позволить себе приехать, да, и вот там Владгалии, близ Золоклона, недалеко, да, то есть, есть место такое, да, Силмолос называется, да, близ озера Рушину, да, Прельский район, да, Прельский район, да, и вот там вот в этом году будет организовываться, у нас там проходит, как бы там люди с семьей приезжают, да, то есть, у нас там 4-5 дней, да, вот выходные, там, с пятницы, там, ну, до понедельника, то есть, с четверга, вернее, да, до понедельника там проходят мероприятия, там, всякие мастерские по традициям, да, то есть, там, собрания, там, всякие, вот мы были в Лепой, посетили Лепойскую тюрьму, это тоже часть служения, да, то есть, если бы у меня еще 5 лет назад спросили, поедешь в тюрьму, сказал, что мне там делать, как бы, да, то есть, ну, слава Богу, ну, туда не забирают, сейчас я езжу по собственной воле, да, то есть, кто бы сказал мне, ну, что я поеду по собственной воле, да, 5 лет назад в тюрьму, да, с какой-то целью, да, А, я бы никогда и не подумал об этом. Ну, как воспринимают, кстати, то, что вы говорите, вот заключенные, те, кто, возможно, нуждаются в помощи, как они воспринимают ту весть, которую вы несёте? По-разному. Вот не так давно мой наставник, да, как бы, ну, как вот это служение происходит, да, то есть я своего подопечного веду куда-то, да, то есть я еду на реабилитацию, да, беру его с собой, да. Мой наставник едет на тюрьму, он берёт меня с собой, да. И, как бы, ну, у меня есть опыт, как бы, да, ну, нахождение в местах не столь отдалённых, да, местах заключения, да, и люди по-разному, но вот мой наставник, у него уже там появилось два подопечных, как бы, да, то есть люди уже проявляют интерес в программе, да, то есть идут шаги. И это очень большой прогресс. Вот сейчас вот приглашают поехать в Польшу, да, то есть, ну, многие из нас ездят по обмену опытом, да, то есть я вот тоже собираюсь в этом апреле поехать получить какой-то опыт, да, там более, как бы, ну, наверное, более взрослое такое, да, то есть, ну, а не впереди идущее содружество, да, по возрасту лет, да, и, как бы, наверное, по структуре обслуживания, да, и мы ездим туда за опытом, приобретением опытом, да, пронесением в тюрьму в этом апреле вот тоже я собираюсь поехать. В прошлом году мы ездили, называется АА на ББ, да, то есть Калининградская область, город Калининград, под Калининградом есть Светлогорск, городок такой, да, ну, как бы там КВН проходит летом, да, то есть мы ездили туда в сентябре, там тоже на побережье Балтийского моря проходит форум большой, да, и я скажу так, мы ехали на выходные, мне не хватило, да, всего вот этого объять, да, то есть там концерт с нашими силами, да, люди, ну, своими силами, да, был концерт, люди-алкоголики выступают, да, то есть талантливые люди, очень интересные, да, на гитарах поют, да, там какие-то песни, сценки какие-то, да, то есть, ну, вот очень такое, да, всё, плюс жизненные истории люди рассказывают, плюс, ну, какое-то вот такое коллективное братство, да, и все люди вот с одной и той же проблемой, да, ну, и как-то вот в этом кругу, да, чувствуешь, что это братство, да, то есть большие собрания, большое хопление людей, да, и я там себя чувствую, как бы, ну, вот как будто я этих людей всю жизнь знал, да, то есть такое вот... Ну, вот то, что вы сказали, когда вы ещё находились в начальном этапе процесса своего выздоровления, вы говорили о том, что стояли у мангала и думали, либо нужно чем-то себя занять, чтобы в компании быть, находиться и чувствовать себя комфортно, либо же нужно безапелляционно, да, условно доказывать свою правду, или же там прогибаться под кого-то, то есть какого-то баланса, наверное, не было за счёт того, что, возможно, как мне кажется, самое химическое вещество, как алкоголь, создаёт ощущение собственного величия, возможно, такого лжевеличия, и человек настолько верит в это, что в трезвой жизни ему довольно сложно действительно адаптироваться и начать коммуницировать, и вот как раз это вопрос коммуникации в процессе этой реабилитации, он, наверное, невероятно важен и сложен. – Ну да, я же эгоцентрист, как бы, да, то есть всё либо должно быть по-моему, как бы, да, и всё вокруг меня должно крутиться, как бы, да, что это меня никто не заменчает, да, и вот для этого мне нужно это служение, да, то есть, ну, понять, ну, принять себя, да, то есть я должен понять, что мне нужно быть полезным для кого-то, для общества, да, то есть я всю жизнь привык быть пиявкой, ну, как бы, на большом теле, ну, от общества, да, то есть паразитом каким-то, да, который присосался, да, и всё. То есть для меня было чуждо какие-то налоги платить, да, то есть где-то что-то вот это, да, то есть, ну, это так атрофировалось, да, что это за норму принималось мной, да, то есть а по прохождению программы, программа мучает, да, там, раздать долги, да, то есть платить налоги, да, то есть, ну, вот это, ну, жить, как бы, ну, как бы, ну, допропорядочный гражданин общества, да, то есть вливаться в это общество на приемлемых обществу и тебе, ну, условиях, да, то есть и вот научиться держать баланс, и, наверное, вот это, когда эгоцентризм, ну, он никуда не дается, просто я могу его видеть, я могу его видеть, да, и, то есть, я умею… Ну, распознать как-то и, может быть, его контролировать и пресекать тогда, когда он выходит в рамки. Ну, да, то есть я могу пресекать себя, да, то есть видеть себя, да, и, ну, и контролировать, наверное, процесс вот этого, да, чтобы это никуда не распространялось дальше, то есть отловил, хоп, пошел, извинился, да, или, там, допустим, исправил сразу ошибку свою, да, или, ну, я не знаю, как, это работает, когда я работаю с этим, да, оно работает. И для этого, как бы, в программе есть на каждом месте на основе десятый шаг, да, где мы проявляем в себе любие, да, негодование, да, то есть, или какие-то, наоборот, эмоциональные порывы, как бы, да, то есть, ну, вот, которые меня будут вывести из равновесия моего, да, и, ну, вот, все благодаря программе потихоньку, потихоньку это не приходит сразу, конечно, да, но это приходит со временем, да, то есть я могу… То есть человек, например, может прийти и потом, ну, какое-то время перестать ходить и снова вернуться. Есть ли такие случаи, когда… Вы имеете в виду… Содружество, например. Да, есть разные случаи. Есть люди приходят, посмотрели, ну, что-то не то, да, ушли. А потом они уже знают, что есть такое содружество. Это потом как-то отвлекается. И многие возвращаются, потому что понимают, что, ну, одному не справиться, да, то есть… Ну, вот зачастую, кстати, близкие стараются помочь своему спасти его или, как, знаете, такой важный вопрос – спасать зависимого или спасаться самому. И вот многие действительно созависимые люди, как говорят, да, близкие зависимого алкоголика или наркомана, они действительно становятся заложниками вот этого, этой зависимости алкоголизма и, например, и всячески пытаются найти пути ее решения, помимо… против его воли, возможно, да, и также обращаются в содружество, наверняка также в содружество анонимных алкоголиков, звонят такие люди, которые хотят как-то пристроить, там, не знаю, своего сына или мужа или отца кого-то, чтобы, или там, не знаю, жену или мать, для того, чтобы как-то спасти. Но этого ведь недостаточно. Тут необходимо именно собственное желание, осознание и стремление к этому. Как часто бывает такое, что вот приходят именно вдвоем, чтобы лечиться вдвоем? Да, по-разному бывает, как бы, да, и бывает так, что просто на открытое собрание пришла, там, мать чья-то пришла, как бы, потому что, ну, ему одному, как бы, переступить через себя, признаться алкоголиком как-то так самым, а то каким-то близким человеком, да, как бы, ну, вроде ничего. А с другой стороны, как бы, наоборот, стесняются этого, ну, как так, меня мать привела, да, там, или там, жена, да, то есть, ну, бывает по-разному, да, ну, я скажу так, так, на моей памяти не было такого, что кто-то кого-то привел, да, и он остался, то есть, мне должно хватить самому мужества, да, прийти и просто хотя бы посидеть, да, даже не называя себя там алкоголиком, да, послушать о чем, да, и со временем приходим, это потихоньку, то есть, для меня не было проблем назвать себя алкоголиком, да, мне была проблема осознать, что я алкоголик, да, то есть, и это все в процессе, да, я хожу на собрание, я начинаю, я сначала вообще ничего не понимаю, что происходит, как происходит, да, ну, ладно, конфетки, чай, там, молитва какая-то, свечка горит, да, то есть, как-то так, ну. Но это отпугивает как раз вот такая религиозная концепция, хотя она не религиозная, как многие подчеркивают участники, и тем не менее... Это не духовная концепция. Людей, ну, скажем так, да, каждый это понимает по-своему, это как такое вот проведение, которым руководствуется Содружество, и тем не менее участники Содружества и атеистически, атеистически направленных взглядов есть, да, и агностики в том числе, Поэтому здесь никакой религии речь не идет, и даже о каких-то духовных практиках в том числе речь не идет, и скорее речь идет о каком-то коллективном решении проблемы с помощью какого-то братства, как вы сказали. Ну, скорее всего, в этом я с вами соглашусь, да, то есть это больше похоже на братство, потому что новичок – это у нас главный человек на собрании вообще, да, то есть ему внимание, как бы он имеет право задавать в перерыве между высказываниями вопросы, да, что его интересует. То есть новичку нужно просто быть активнее, да, и именно если есть вот это чувство, что нужна помощь, да, не скрывать этого, да, то есть прийти, быть открытым, да, интересоваться, задавать вопросы, это только приветствуется, да, и тогда к нему, он просто его облепят, как бы люди вокруг, ну, и каждый будет предлагать помощь, какое возможно. То есть у нас есть такое введение на моей домашней группе, да, у нас приходят, мы сразу к конверсу новичка даются, там какая-то краткая информация, да, какая-то о нас, там, наши номера телефонов, и говорят, сразу звони, да, обращайся, ну, как только появилась соблазн, все, приходи, звони кому-нибудь, объясняй, где другое собрание, куда, есть сайт, да, то есть на сайте есть вся информация, да, абсолютно, потому что сидя дома одному, заперевшись от всего мира, как бы, да, ну, тоже невозможно бросить, да, то есть у меня был такой опыт, да, когда я сидел, мне никто не нужен, да, то есть все, я сижу и в своем вот этом Отшелинчестве таком Ворюсь во всем, я в своих голове, я живу в своей голове И это ведь очень опасно оставаться наедине Очень опасно, как бы, да, и поэтому мне нужно общение, мне нужна коммуникация, а где как ни среди алкоголиков, которые прошли все это, да, и найти это общение, да, потому что на каком-то этапе каждому было так же самое трудное Да, да, то есть и все это прекрасно, мы ходим на собрание, это для чего, чтобы не забывать, как нам было Чтобы помнить о том, что было тогда Да, и как мы сейчас Ну вот есть довольно такой распространенный стереотип о том, что алкоголизм это болезнь только людей социально незащищенных, да, и так далее Тем не менее, что касается сотружества анонимных алкоголиков, насколько известно, туда ходят люди разного социального статуса, абсолютно, поскольку это анонимно, их личности не раскрываются И тем не менее, вот, например, наш радиослушатель задает вопрос о том, может ли, спрашивает дважды, он спрашивает, да, может ли алкоголик быть президентом? Как вы считаете, может ли алкоголик быть президентом? Ну, я не знаю, в России, наверное, может быть такой алкоголик президентом? Ну, как-то так случилось? Да, то есть, в принципе, в данном случае, я думаю, что вопрос, конечно, может быть ироничный, а может и нет, но тут не зависит от того, президент ты или ты работаешь, я не знаю, там, в сфере обслуживания, это неважно абсолютно, да Ты можешь быть, ты находишься в зоне риска этой болезни в любом случае, независимо от своего социального статуса И это, собственно, и, наверное, доказывает и содружество, и те члены содружества, которые там присутствуют У нас много людей, которые не потеряли, как бы, ну, в материальном плане ничего, да, то есть, ну, у них было такое внутреннее состояние, которое привело их в наше содружество, да, и Ну, это публика, как бы, разных слоев и рангов, да, как бы, есть там много всяких, даже корреспонденты, по-моему, есть какие-то, да То есть, ну, такие люди очень медийные, да, как бы, да, то есть, люди, занимающие какие-то должности даже, тоже есть, да Есть там люди такие, как я, чердака, да, то есть, и там, на этом собрании, как бы, да, мы все равны, да, то есть, мы там выздоравливающие алкоголики, да, то есть, у нас нету каких-то там границ, да, там Мы все обращаемся на ты друг с другом, да, то есть, и, ну, это действительно братство, да То есть, то, что мы там делаем за стенами, это самое, это никого особо не волнует, да, то есть, вот, в рамках содружества мы контактируем Многие даже не знают, кто где работает, там, ну, как бы, не сдаются этим вопросом, да, то есть, у нас есть какие-то служения, где мы пересекаемся, да, там, какие-то юбилеи, да, то есть, у нас там был У нас был юбилей очень большой такой, шикарный, да, то есть, 30 лет нам было, да, там, ну, позапрошлом году Нам приезжали из России, там, из Америки люди, да, из Европы, из Англии, там, да, то есть, со всех, ну, со всех стран, как бы, у нас там было очень большое мероприятие Ну, в бывшем доме офицеров, да, напротив Варенского парка, там, да, в Латвии-Сави-Дрибу, общество, да, то есть, большое, шикарное здание, как бы, да, то есть, у нас там прошел юбилей, там, тоже выступали наши ребята, были собрания, там, да, ну, со всех сообществ, да, тут недавно у нас было, ну, как бы, турнир, ну, может быть, не турнир, там, такие дружеские встречи, да, то есть, собрались Н.А, да, там, и игроки, да, то есть, играли в футбол, да, там, то есть, ну, У нас проводятся различные мероприятия, да, какие-то, да, вне планах, как бы, да, то есть не касающиеся, да, но просто мы сплочаемся благодаря вот нашему содружеству, да, то есть мы как-то, у нас есть общие интересы, да, какие-то там, да, то есть... Ну, единомыслие, наверное, по тем или иным вопросам, учитывая, что каждый из нас прошел определенный путь вот этой зависимости. Мы хотим просто жить трезво, да, но у нас есть проблемы, да, то есть неприемлемо, чтобы, как бы, ну, вот на какой-то тусовке у нас там, ну, был алкоголь, потому что новички, да, там, то есть все, пятое-десятое, то есть и у нас вот есть какие-то вне какие-то, ну, допустим, а организации, да, есть какие-то тоже тусовки, да, то есть, ну, безалкогольные они называются, да, то есть те же вот там. Ну, вот о жизни в трезвости, давайте послушаем, что нам рассказывал выздоравливающий наркоман, он был гостем программы «Выбор», давайте поставим. Признаю свою капитуляцию, то, что, ну, эта вещь сильнее меня, будем реально. Я не умею, у меня нет опыта один раз или как-то, ну, что мне, я могу чуть-чуть, немного, раз в год или как-то тому подобное. Это моя капитуляция, да. Во всем остальном выздоровление промежуток жизни. И чем дольше я чистый и не употребляю, тем я больше информации собираю, узнаю, работаю с собой, я понимаю, что я ничего еще не понимаю. У меня сейчас очень трудные периоды разные, и как бы там ни было, я все равно просыпаюсь и понимаю то, что мне, во-первых, в первую очередь утро, мне не надо куда-то бежать, мутить и употреблять. У меня есть какие-то обязанности, подруга, собака, работа, и самый худший день банкрота не сравнится с самым лучшим употреблением. Ну вот у вас было это ощущение свободы утра? Да, это как бы уже по началу самого, да, ты просыпаешься, у тебя голова не болит, да, то есть не надо ни о чем думать, да, каком-то таком, да, ну, это первый, это вот, ну, не знаю, для меня это были первые бонусы, ну, трезвой жизни, да. Это ощущение свободы? Конечно, то есть, ну, ничего не гнетет, да, ты не думаешь с утра, блин, что ж там вчера было, да, то есть вот этого, да, то есть страха нету вот этого, да, вчерашнего дня. Не надо бежать там куда-то что-то там, искать себе, да, то есть, ну, да вообще ты просто спишь нормально, как бы, да, то есть, ну, у алкоголя конституцион короткий, но глубокий, да, то есть я там спал 2-3 часа, да, и без памяти, да, в каком-то утром посыпаешься, и первая мысль, а, есть что-нибудь, да, то есть, если нет, значит, надо куда-то бежать, да, то есть. Это постоянная тревога? Ну, конечно, ты все время в каком-то подрыве, все, тебе куда-то чего-то надо, потому что если ты вовремя что-то не сделаешь, ну, наверное, у любого зависимо то же самое, как бы, да, у меня был период, когда я употреблял, ну, другие вещества, да, то есть, и я же надеялся, что я-то сам смог всего этого избежать, да, но я просто забыл такой маленький момент, я просто поменял одно на другое, да, то есть я сменил на алкоголь, да, и употребляя пиво, как бы, ну, то есть я думал, что я просто, как бы, ну, я, ну, что, я пиво пиво, ну, что, все, телевизор рубишь, везде же пиво пьют, ну, ничего, и вот потихоньку-потихоньку это привело к большому количеству пива, да, потом, как бы, ну, вот, после, там, смерти матери я уже начал пить все, что горит. Ну, вот многие говорят о том, что зависимость, она трансформируется так или иначе, бывает такое, что, например, игроки становятся алкоголиками или наоборот, или алкоголики становятся наркоманами, условно, да, и вот эта зависимость, она постоянно какую-то трансформацию переживает, возможно. Что касается вот вашей жизни сейчас, нет ли у вас ощущения, что вы также, возможно, зависимы от содружества, от того, что посещать группы, и что если вы не будете на них ходить, то, ну, есть больше рисков в этом мире, в этом трезвом мире уже без вот этой поддержки, или же нет? Ну, у меня есть одна зависимость от моей высшей силы, да, и, как бы, я, у меня каждое утро с ней контакт, да, и я постоянно стараюсь, как бы, ну, вот этот контакт не утерять, то есть у меня единственная проблема будет, если я уйду, отвернусь сам от своей высшей силы, от меня она никогда не отворачивалась, да, то есть, ну, Бог был всегда со мной, и для меня программа, да, это для того, как прийти, да, к Богу и жить с Богом, да, и, ну, это, ну, это может сугубо мое мнение, да, но я в этом вижу смысл, да, я приеду на любую, как бы, страну, как бы, да, там, мира, и там будет тоже содружество, да, я приду, я там буду чувствовать себя с вами, с собой, да, и как будто вот я никуда не уезжал, да, то есть, ну, нет никакого страха, ну, остаться без сообщества, да, сообщество везде, сейчас это настолько, ну, как бы, большое... Но посещать его необходимо для того, чтобы поддерживать... Мне нельзя забывать, кто я есть, откуда я пришел, то есть, как-то вот так вот, да, то есть для этого, но это же и часть моего выздоровления, я буду выздоравливать всю свою жизнь, потому что только делясь, вот, как вы говорили, да, займи, получив, да, даром получил, даром отдавай, да, то есть, и вот это, как бы, ну, бесконечная программа, потому что всю жизнь я буду выздоравливать, да, ну, там, есть там случаи, человек, там, не пил 30 лет, да, там, ну, потом, хоп, сорвался, да, и через 5 лет он превратился, буквально, ну, просто умер, да, и никто не застрахован. То есть это выздоровление длиной в жизни? Конечно. Спасибо вам, что вы пришли, к сожалению, время нашего программы подошло к концу, спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.